Сегодня говорим о Водсфорде, прекрасном английском поэте и вспоминается такая интересная пародия Которую придумал в свое время и воплотил в Алисе страны чудес Льюис Кэррол У меня есть момент, когда Алиса встречается с белым рыцарем И этот белый рыцарь это некий такой образ Водсфорда И этот белый рыцарь ей говорит Хотите, Алиса, я прочитаю вам очень длинную и очень грустную балладу И когда люди слышат мои баллады, они все плачут Или, что или, спросила Алиса, или не плачут Белый рыцарь И вот с тех пор, как замечает самый известный из оставшихся еще в современности переводчиков Григорий Кружков С тех пор точно так же происходит с балладами Водсфорда Слыша их, люди плачут или не плачут И вот сейчас мы посмотрим, как кто будет реагировать из вас Баллады прекрасные Да, баллады прекрасные, грустные И у него все женские персонажи, вот такие самые трогательные Это некая Люси Грей, некая девушка или девочка Она все время разного возраста у него в балладах И кто она, совершенно историкам неизвестно Но вот кто-то такой, может быть, был, может быть, собирательный образ Итак, Люси Грей Не раз я видел Люси Грей в задумчивой глуши Где только шорохи ветвей и зной и недуши Никто и другом быть не мог среди глухих болот Никто не знал, какой цветок в лесном краю растет В лесу встречаю я дрозда и зайца на лугу Но, милой Люси, никогда я встретить не могу Эй, Люси, где-то наша мать не сбилась бы с пути Возьми фонарь, ступай встречать, стемнеет, посвети Отец, я справлюсь до темна, всего-то два часа Еще едва-едва луна взошла на небеса Иди, да только не забудь, мы к ночи бурю ждем И Люси смело вышла в путь со старым фонарем Стройна, проворна и легка, как козочка в горах Она ударом башмака взметала снежный прах Потом спустился полох тьмы, завыло, замело Сбиралась Люси на холмы, но не пришла в село На сваях ледяной нарост, вода стремит свой бег Следы пересекают мост, а дальше чистый снег Но до сих пор передают, что Люси Грей жива Что и теперь ее приют лесные острова Она болотом и леском петляет наугад Поет печальным голоском и не глядит назад И сегодня я вам прочитаю весь цикл о Люси Грей Он короткий, совсем короткий, но он очень трогательный и красивый Не будете против, дорогие? Буду Следующий стих из этого же цикла Когда, как роза вишних дней, любовь моя цвела Я на свидание мчался к ней, со мной луна плыла Луну я взглядом провожал по светлым небесам А конь мой весело бежал, он знал дорогу сам Вот, наконец, фруктовый сад, взбегающий на склон Знакомой крыши гладкий скат луною озарен Охвачен сладкой властью сна Не слышал я копыт и только видел, что луна на хижине стоит Копыта за копытом, конь по склону вверх ступал Но вдруг луны погас огонь, за крышею пропал Тоска мне сердца облегла, чуть только свет погас Что, если Люся умерла, сказал я в первый раз Нравится, Андрей? Да, очень Очень трогательно, правда? А вот еще мне тоже очень нравится Среди нехоженных дорог, где ключ студеный бил Ее узнать никто не мог, и мало кто любил Фиалка пряталась в цветах, стыдлива и нежна Звезда сияла в облаках, одна, всегда одна Не опечалит никого, что Люси больше нет Но Люси нет, и от того, как изменился свет А вот еще красиво тоже Он, видите, он как он красиво сейчас, видите, как Восфорд связывает Англию и свою любимую Люси Он любил Англию и Люси, посмотрите, как он красиво все это связывает К чужим в далекие краях, заброшенной судьбой Не знал я, родина моя, как связан я с тобой Теперь очнулся я от сна, и не покину вновь тебя, родная сторона Последняя любовь В твоих горах ютился дом, там девушка жила Перед родимым очагом свой лен она пляла В твой день ласкал, твой мрак скрывал Ее зеленый сад И по твоим холмам блуждал Ее прощальный взгляд И последнее стихотворение Красивое, правда? И последнее из цикла о Люси Все это переводы Григория Кружкова Одного из лучших переводчиков Школы Маршака и Чуковского Той древней школы Еще дореволюционной Забывшись, думал я во сне, что у минувших лет Над той, кто всех дороже мне Отныне власти нет Ней в колыбель гробовой Отныне сужгено С горами, морем и травой Вращаться заодно Правда удивительно, да? А теперь, дорогие, я прочитаю вам Два эльфийских стиха Два эльфийских стиха, которые написали поэты-толкинисты Они очень такие красивые и тоже трогательные Итак, первый стих Пусто в Лаурин-де-Лауринане Путник, не задерживайся здесь Сон и явь смешались на поляне Для людей опасна эта смесь Не входи и не вдыхай столетия Не грусти о тех далеких днях Что Эльдары, Эльдамара, дети Увезли на белых кораблях Тлен течет с ветвей зеленой пеной Оседает патина на них Век ушел, и мир, покрытый тленом Он оставил для детей своих А по Средиземью бродит лето А над Средиземьем дивный день Но меня прозвали злым поэтом Потому что слышат в песнях тени Я гляжу на рухнувшие стены Я пою о сумеречных днях Мир не знает, что покрылся тленом Мир забыл о кольцах и камнях Мир забыл и не проронит вздоха О своем величии былом Умерла великая эпоха За трактирным птицевым столом А вот еще одна про двух эльфов Которые последними остались В Средиземье и не уплыли В этот лес зеленеющий звонкой листвою Тетонкий дождь на рассвете Явился нежданно под эльфийским плащом Укрываются двое Не ушедших в далекие светлые страны Изменился наш мир и по праву, быть может Нас однажды сметет беспощадное время Светлый Амон, прости, ты прекрасен, но все же Мы не в силах покинуть свое Средиземье К этим кронам, не знавшим огня и железа Мы ушли от дыхания жестокого века Мы последние эльфы последнего леса Где еще не ступала нога человека Только в памяти нашей далекие лица Не приходят с далекого запада вести Наш народ не вернется, наш род не продлится Хоть над нами рисунок все тех же созвездий Так обнявшись стоят и столетия без счета По тайной и чужой человеческой эры А над их головой за бортом самолета Глухохлопает дыр звукового барина Следующее стихотворение написала Ольга Седокова И оно посвящается, называется Ангел Реймса Ангел Реймса Реймс это такой город в Европе Очень красивый город с древними соборами И вот в одном древнем готическом соборе Реймса Есть такие красивые барельефы И там изображен ангел, который обращается в мученик У этого ангела очень светлое лицо И мученик ждет, что ему ангел скажет И вот по этому поводу такое стихотворение Ты готов? Улыбается этот ангел Я спрашиваю, хотя знаю, что ты несомненно готов Ведь я говорю не кому-нибудь, а тебе Человеку, чье сердце не переживет измены Своему королю, которого здесь народно венчали И другому владыке, царю небес, нашему Анцу Умирающему в надежде, что ты меня снова услышишь Снова и снова, как каждый вечер Имя мое высказывают колокольцами Здесь, в земле превосходной пшеницы И светлого винограда, и колос, и гроздь Вбирают мой звук Но все-таки в этом розовом, искрошенном камне Поднимая руку, отбитую на мировой войне Все-таки позволь мне напомнить Ты готов к мору, гладу, трусу, пожару Нашествию иноплеменных, движему на гневу Все это, несомненно, важно Но я не об этом, нет Я не об этом обязан напомнить Не за этим меня посылали Я говорю, ты готов к невероятному счастью Как он, дорогие? Красиво, правда? Красиво Мне тоже очень-очень нравится А вот несколько красивых строчек из Цветаевы В мире ревущем, слава грядущим Что во мне шепчет, слава прошедшим Это же так красиво А вот замечательный Пастернак Чего бы вздорного, кругом вражда не говорила Ничем не меряйся с врагом Тебе он не мерила Ни с кем соперничества нет У нас не поединок Полмиру затмевает свет Несметный вихрь песчинок Пусть тучи пыли до небес Ты высишься над прахом Вся суть твоя противовес Коричневым рубахом Ты взял над всякой спесью Вверх с того большого часа Как и стукана вниз проверх И вечностью запасся Пусть у врага винты, болты И медь, и алюминий Твоей великой правоты Нет у него в помине А вот красивое стихотворение Которое написал в 16 мая 1860 года Князь Петр Вязинский То есть, как вы видите, это уже через 30 лет Примерно после смерти Кушкина Вот такой был поэт интересный Тоже он считается из плеяды близких к Кушкину Ну, людей, по крайней мере, того времени Смотрите, что он пишет Послушать век наш, век свободы Но в сущность глубже загляни Свободных мыслей коноводы Восточным деспотам сродни У них два веса, два мерила Двоякий взгляд, двоякий суд Себе дается власть и сила Своих наверх, других под спут У них на все есть лозунг строгий Под либеральным их клеймом Не смейте своей дорогой Не смейте жить своим умом Когда они кого прославят Предтем колено преклони Кого они опалой давят Того и ты за них лягни Свобода, правда, сахар сладкий Но от плантаторов беда Куда, как тяжкие их порядки Рабам свободного труда Свобода, превращением роли На их условном языке Есть отречение личной воли Чтоб быть винтом в паровике Быть попугаем однозвучным Который, весь оторопев Твердит с усердием докучным Нему насвистанный напев Признаться, право, я не вижу Никакой разницы большой Между холопством либеральным И всякой барщиной другую Нравится вам, дорогие? Да, очень хорошо А вот еще цветаю Я счастлива жить Образцово и просто Как солнце, как маятник Как календарь Быть светской пустынницей Стройного роста Премудрой, как всякая Божия тварь Знать дух мой сподвижник И дух мой вожатый Ходить без доклада Как луч и как взгляд И жить, как пишу Образцово и сжато Как Бог повелел Как друзья не веля А еще, дорогие Есть такой очень малоизвестный И уже практически забытый Может даже совсем забытый Поэт Владимир Соколов Он умер в 97 году Родился где-то в 30-х годах Умер в 97-м И в 1989 году В самый разгар перестройки И так его, знаете, помните Было очень такое Политизированное время Когда все Смотрели телевизор Все ждали каких-то Вестей Он написал очень тесное стихотворение Я помню по этому поводу Мой дедушка Царство ему небесное Он всю жизнь смотрел телевизор Начиная со времен Хрущева Когда появилось телевидение Он смотрел телевизор При Хрущеве При Брежневе Потом при Горбачеве Потом при Ельцине И он все ждал Что наступит хорошая жизнь И вот дедушки уже нет А хорошая жизнь Как говорит Господь Наступает не от того Что в мире какие-то реформы произошли А совсем от другого От того, что в сердце чисто может быть И доброе, чистое сердце Воспринимает свет небесный Потому что радость приходит изнутри Как говорит Астер Клинкорн А не снаружи Врата радости закрыты нами изнутри И мы должны их сами открыть Своими добрыми делами Потому что только тогда Мы воспринимаем этот свет И, кстати, помню по этому поводу Когда преподавал детям в школе Я им говорил Вы же знаете радость доброго поступка Как светло внутри После доброго поступка А они говорят Конечно, да Однажды я сказал деткам Такую фразу из Виктора Франкла Думаю, поймут дети Не поймут Есть такой был философ известный Не Виктор, простите Людвиг Семенович Франк У нее была фраза Что мы можем воспринимать Другого как свет Думаю, поймут дети Не поймут Я говорю, вы поняли Одна четвероклассница Девочка такая Дашенька ее звали Обняла свою соседку По партии Да, я это понимаю Я это понимаю Так интересно было И вот, дорогие Действительно нужно понять Это время Время перестройки Когда люди Всенародно ждали Какого-то, знаете, буквально Мессианского избавления От этого телевизора От этих реформ Вот, и мы Вот, и мы Да, да, да Да, да Да, да Да, да В том-то и дело Многие поколения уже ушли А ничего не изменилось Да 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 И вот по этому поводу Владимир Соколов Написал очень красивое Очень мудрое Глубокое стихотворение На мой взгляд Лучшее его творчество Итак Так звездочет Звездой влекомый Оказывается ни с чем Когда ему Любой знакомый Хватает за рука Ты с кем Ему Когда он взгляд Не сводит С отрады будущей Земной И в голову-то Не приходит Спросить озлясь А кто со мной С ним никого С ним только вечность Ни крыши нет Ни потолка Ни стен Он брошен в бесконечность А там не смотрят С высока Он в перигее Он в зените Он в апогее Звездных стуш А что он ест Повремените Вы не кормильцы Этих душ Он долго ищет свет В подъезде Но вифлеемская звезда Среди нависнувших Созвездий Ему мерцает Иногда И напоследок Дорогие Я хочу вам прочитать Одно свое стихотворение А потом вы придете Уже к занятию Рукоделием Которое такое Тоже у вас прекрасное И так мне нравится И перед этим Прочит вам еще одно Своё стихотворение Которое называется Сказочек Вот И хочется вам Такой доброй Светлануть И закончить Здравствуй, друг Сказку Расскажи Ненароком Пусть не чудом Простанет Все, что есть И чем на свете жив Что пред нами На пути Предстанет Как в Бразилии Как в Китае лес Как в Италии Всякий день проходит Расскажи мне Про страну чудес У тебя так здорово Выходит Я тебе какао Заварю Своё сердце Для тебя открою Хорошо мне Слушать Прозорю Что над миром Через боль Восходит Хорошо мне Про тебя узнать Как ты стал чудесно Настоящим Хорошо и мне Таким же стать И увидеть Сколько мир Весь значим Сколько есть Над нами красоты Там Господь Меж звёзд Дорогой ходит Он умеет Исполнять мечты У него Так здорово Выходит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому